Всем привет! В эфире программа для тех, в ком все интересно. На дворе 30 мая. Чем известна эта дата? Открытием ДНК. Случилось это в 1953 году. ДНК мы проходим в девятом классе. Но если вы пока еще не знаете, что это такое, мы обязательно вам расскажем. Знаешь, что такое ДНК? Ну вот там, получается, приходит информация от одного поколения в другое поколение. А другое дело, когда ты сидишь и пытаешься на камеру это все рассказать. И ДНК, и то-то, сё-то, и всё-то. И главное, правильную интонацию сделать, еще разделить на три части, на 10 частей кусков, и сделать это все без запиток. ДНК находится в клетках нашего организма и отвечает за хранение, передачу из поколения в поколение, и реализацию генетической программы развития. По сути, это как флешка. Миллиарды флешек. ДНК расшифровывается как дезоксеребонуклеиновая кислота. Попробуйте повторить. Ага, не получается с первого раза. А вот термин ДНК знают все. С помощью ДНК определяют родственников. Ведь их ДНК схожа. Да, химики, биологи, просто волшебники. Но на сегодня химии достаточно. В программе есть другие темы. Какой загадочный анонс. Половина слов непонятно. Ты не знаешь слово волна? Шутишь? Я не знаю, что такое чепрачный топир. А я не знаю, что мог одобрить Чингисхан. Наверное, что-то не очень хорошее. Может нашествие орды? Ну, давай не будем забегать вперед. Возможно, нас еще осенит. Конечно осенит. На волне. Лодочки, яхта, байдарки. Кстати, в мае уже сезон. А мне нравится серфинг. Правда, это страшнее. Доска под ногами. Нет спасательного жилета. И километры глубины. Ой, не надо. Может, это радиоволны. О, радиоволны, точно. Я же говорила, что осенит. Их используют для радио, мобильной связи и для изучения космических объектов. Зря. Теперь сюжет будет не такой интересный. Повторение, мать учения. Мама, дай им стой. Тихо. Сейчас. Контрольная. Тихо. Всем приятного аппетита. Когда-то радио для людей было важнее, чем сегодня интернет. И это факт. Включи. У меня сегодня контрольная. Объявления от советского информбюро. Первые музыкальные радиопрограммы. У меня контрольная. Революция в сфере передачи информации начиналась именно с радио. Папа, ты слышал, что он сказал? Вы слышали, что он сказал? А что он сказал? Еще один факт. Без радио не будет никакого интернета. Пусть приемники слушают не так часто, радиотехнологии, передающие беспроводной сигнал с информацией, активно развиваются и используются в спутниковой связи, телевидении, мобильных телефонах, рациях, медицинских приборах. В общем, везде. Новости, развлекательные эфиры, интервью, музыка – все это передачи радиостудий. А сколько разных специалистов трудятся на радио, чтобы вы вовремя получили информацию? Кем же была открыта радиосвязь? Говорить о конкретном изобретателе радио неправильно. Множество людей в разное время сделали свой вклад в развитие этой технологии. Никола Тесла, Александр Попов, Гульельма Маркони и другие ученые. Интересно, что во многих странах есть свой изобретатель радио. Споры о том, кто был первым, велись долго. И на то было много причин. В России традиционно считалось, что радио изобрел Александр Попов. Да, Попов проводил успешные эксперименты в области передачи данных, начиная с 1895 года. Однако его изобретение довели до ума иностранные коллеги. К тому же Попов свою работу не запатентовал. А известные физики Тесла и Маркони ввели многолетнее противостояние. Тесла утверждал, что провел эксперименты по беспроводной передаче сигнала раньше Маркони. То есть до 1896 года. Однако Маркони, обладавший коммерческой жилкой, успел запатентовать изобретение первым. Заслуга этого человека в том, что именно он сумел найти применение теоретических знаний на практике. Но давайте углубимся в физику. Радиоволна – это сигнал. То есть носитель информации. Делятся волны на диапазоны. От субмиллиметровых до сверхдлинных. Для каждого диапазона характерны свои особенности распространения. Например, чем больше длина волны и чем меньше частота, тем лучше волна огибает преграды. А длинные волны способны обогнуть всю планету. Простейший радиоприемник содержит приемник и передатчик. Передатчик должен отправить сигнал, а приемник принять его. При этом приемник сигнал еще и кодирует. Передатчик же должен произвести обратное действие, то есть раскодировать сигнал. А вот такой передатчик ретранслирует радиоволны на огромные расстояния. А потому поймать свои любимые волны мы можем в любой точке земного шара. С ними скоротать длинный путь намного проще. Но не будем отвлекаться. Звучит очень душевная песня. Повторили полезную информацию, а то радио пользуемся. А кто его придумал, не знаем. Так, теперь все силы мысли направим на Тапира. Какой он там? Чепрачный. А от слова прачка? Нет, скорее от слова чепрак. Хотя слово черпак мне знакомо больше. Им черпают воду. А топир? Может все-таки топор? Черпачный топор. Это же бессмыслица. А такое в нашей программе недопустимо. Значит, версия неверная. Ну, сейчас увидим верную. Вряд ли вы знакомы с этим животным. Но кто же это? То ли поросенок, то ли слоненок, то ли муравьед. Нет, это чепрачный топир. Назвали его так из-за окраса. Хотя лично мне это напоминает памперс моего племянника. Предки топира населяли Европу и Америку еще до ледникового периода. А потомки похожи на них как две капли воды. Ведь за 30 миллионов лет топиры ничуть не изменились. Длина туловища 2-2,5 метра. Высота в холке 100 сантиметров. Бывают топиры пяти видов. Чепрачный самый крупный из них. Его вес от 300 до 500 килограммов. Так чей же он все-таки родственник? Ответ весьма неожиданный. Ближе всех к этому животному непарнокопытные – лошади и носороги. Другие виды топиров выходят на промысел лишь ночью. А чепрачный выбирается в сумерках. Может себе позволить. На задней части его тела расположено солидное белое пятно. В потемках хищнику сложно определить реальную форму животного. Где голова? А где, простите, хвост? С какой стороны подходить? Пока хищник соображает, топир уже скачет галопом по Малайзии, Суматре и Таиланду. Глазки у топира маленькие, особенно по отношению к размерам и габаритам тела. Зрение не отличается хорошим качеством. Еще и недуг одолевает помутнение роговицы. Но природа компенсировала это прекрасным обонянием. Анализатор запахов, а по-простому нос, у животного удлиненный. С ним срослась верхняя губа и слегка вытянулась вперед. Это помогает чепраку определять пищевую ценность провизии и распознавать приближение хищников. Наш герой не только невероятно красив, но еще и умен. И этому есть масса доказательств. Жизнь его связана с водоемами. Здесь много провизии, травы и других вкусных растений. Но это не главное. Топир заметил, что его враги, дикие кошки, не слишком жалуют водную стихию. Думаю, вам теперь ясно, почему большую часть дня он проводит в воде. И от жары спасается, конечно. Кроме травы, чепрак обожает соленое. Он готов пройти внушительное расстояние, лишь бы найти желанный солончак. А недостаток соли готов возместить планктоном и водорослями. А еще с удовольствием угоститься мелом и глиной. Настоящий лакомка. Любит он и сладости. Обнаружив плантацию сахарного тростника или шоколадных деревьев, остановиться Топир уже не сможет. Съест все, до чего дотянется. В крайнем случае встанет на задние лапы и подтянет ветку хобота. Манго и аппетитные дыни ему тоже по вкусу. Хотя фермерам это не нравится. Среди всех Топиров чепрачный самый общительный. Но не любит, когда на его участке появляется другой взрослый Топир. При встрече с конкурентом Топир преображается, спокойствие сменяет свирепость. Но если случится голодный год, то чтобы выжить чепраки объединяются в группу. А это младшее поколение. Отличить малыша от взрослого легко по окрасу. Он покрыт мелкими белыми полосками вроде пунктира. Природа постаралась, чтобы малыша в стаде было сложно заметить. А растет малыш как богатырь. В полтора-два года он станет полной копией своих замечательных родителей. Чепрак значит накидка. Ну, точнее, окрас в виде накидки. Чепрачный окрас бывает и у других животных. Ну, это я уже загуглила. Быстро действуешь. Приходится. Просто не терпится разгадать третий анонс с монголо-татарским уклоном. Чингис Хан одобрил. Чингис Хан. Собственное имя Темуджин, Темучин, Темуджин. Основатель и первый великий хан монгольской империи. Объединивший разрозненные монгольские и тюркские племена. Чингис Хана знают все. Он был великим воином. Но, может, сюжет не об этом. Может, о его увлечениях или хобби. Не думаю, что хан писал музыку или выпиливал лобзиком. Может, мода. Он носил бороду. А в этом году на улице породатых стало больше. Чингис Хан бы одобрил. Погоди, у меня есть другая логическая цепочка. Чингис Хан был азиатом. Значит, он любил плов. Возможно, сюжет о азиатской кухне. Хорошо бы, а то я о ней вообще ничего не знаю. Монгольская ига. Система зависимости русских княжеств от монгольской империи с 1242 года до конца 15 века. Что ж, кажется, монголы решили повторить завоевание и в этот раз они нацелились на весь мир. Вооружившись традиционными музыкальными инструментами и удивительной манерой горлового пения, монгольская группа Зе Ху перешла в активное наступление на эстраду самым нетрадиционным роком. Остаться равнодушным просто невозможно. И к слову, группу Зе Ху одобрил сам Чингис Хан. Удивлены? Дело в том, что она была удостоена ордена Чингис Хана высшей государственной награды Монголии. Название группы Ху – это на монгольском корень слова «человек». А свой оригинальный стиль они назвали «хунну рок». Группа черпает вдохновение из древнемонгольской культуры хунну. Зе Ху интегрирует старые монгольские боевые кличи и поэзию в свои тексты. Группа была основана в 2016 году в Улан-Баторе. Музыканты создают рок-музыку традиционными монгольскими инструментами, такими как морин-хур – скрипка с конской головой, туфшур – монгольская гитара, тумур-хур – варган. Все участники получили образование в области классической музыки и накопили многолетний опыт гастролей по Азии и Тихоокеанскому региону. Эйтэг гуэдэймо волаг эйтэхэйтэйж дээээ дэн бодраарх н Юу-а-ю-а-ю-а-ю. Эргэгэг бодрах н мүхэндай Этэн болтый анблаарх н Юу-а-ю-а-ю. Эйтэг илхэй цэээ дээйтэйжээсэн аннан сургаадуң гейбалтын Юу-а-ю-а-ю-а-ю… Ээээ дуртэн! Соу-соу-соу… Я знаюкую землю... лоборь. Лоборь... Ты измечаешь поэтому г audit区 для szystansing со всеми прочее Это все наверное. Они садятся на пользу, скорая вот так, во всем народом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok